Ребятки, всем привет! Паша Сочев на связи. И сегодня я хочу рассказать сразу о двух своих гитарах, а также произвести их сравнительный анализ. Встречайте, это Sur Pro S3 и Sur Pro S3. Погнали! Ну а в самом начале, для того, чтобы было более-менее понятно, о чем вообще пойдет речь дальше, я буквально пару общих слов скажу о компании Sur в целом. Тем более, что я уверен, каждый из вас уже слышал об этих гитарах, поэтому постараюсь максимально коротко изъясниться. В 1997 году Джон Sur, это именитый гитарный мастер, уже к тому времени отличившийся работой с многими известными гитаристами, наверное, в первую очередь это Марк Ноптлер из Dire Straits, а также тем, что он работал мастером в подразделении Custom Shop Fender, решает открыть свою собственную фирму по производству гитар, которую так и называют Sur. В общем-то, продукция компании Sur, а это, кстати, не только гитары, но и звукосниматели, усилители, примочки и всякие другие полезные штуки для гитар, отличаются очень высоким качеством изготовления, высоким качеством используемых материалов и комплектующих, ну и, как следствие, довольно высокой ценой. В самом начале своего существования компания Sur изготавливала инструменты исключительно под заказ определенного клиента. Собственно, она не перестала этим заниматься и по сей день, но где-то в 2006 году появились серийные гитары, это так называемая Pro-серия, то есть инструменты с более-менее стандартизованным набором опций. Как утверждал сам Джон Сур, это позволило снизить стоимость инструментов при сохранении такого же высокого уровня качества. Ну иными словами, при фиксированном наборе опций меньше мороки с изготовлением гитар и, соответственно, ниже их себестоимость. Внутри серии Pro гитары подразделяются на несколько моделей, каждая из которых отличается в первую очередь формой корпуса. Это модели Classic или C, которые в свою очередь еще делятся на Classic S, Classic T и Classic JM. Это Standard или S и Modern или M. Модель Pro-S или Standard представлена в шести вариантах и каждый из вариантов пронумерован цифрой от одного до шести. Итого мы получаем, что модели S1 и S2 – это гитары, корпус которых выполнен из одной породы дерева, это, как правило, либо ольха, либо ясень. И в случае с S1 на грифе накладка из палисандра, в случае с 2 – накладка из клёна. Гитары S3 и S4 – это инструменты с кленовым топом на корпусе. И точно так же в случае с S3 – это палисандровая накладка на грифе, в случае с S4 – это кленовая накладка на грифе. Гитары S5 и S6 – это то же самое, что две предыдущих, только с установленным тремоло Floyd Rose. Обе мои гитары носят название Pro-S3, соответственно, на них должен быть кленовый топ на корпусе. Так, да, волнистый клен здесь и здесь. И палисандровые накладки на грифе. Да, действительно, палисандр, да. Всё верно, да, Pro-S3. Ну и, соответственно, возникает вопрос, настолько ли я сумасшедший, чтобы купить две одинаковые гитары, которые отличаются только цветом корпуса? Ответ такой, что, наверное, в принципе, это возможно, но боюсь, что не в этом случае. И при всей своей внешней схожести эти гитары достаточно сильно отличаются друг от друга. В чём конкретно, я сейчас подробно вам и расскажу. Ну а для простоты давайте сразу условимся, что фиолетовая гитара у нас будет номер один, а серенькая номер два. Первая гитара произведена в 2010 году, а вторая в 2011. Итак, сур номер один. И под кленовым топом фиолетового цвета у нас располагается корпус из липы. Говорят, что липа не обладает какой-то красивой текстурой, поэтому чаще всего её закрашивают сплошной цвет. Поэтому здесь мы ничего особо разглядеть и не сможем. Сур номер два имеет также кленовый топ, но уже серо-коричневого цвета, а под ним располагается корпус, выполненный из красного дерева или из махагона. Здесь корпус покрыт прозрачным лаком, поэтому его текстуру прекрасно видно, и если приглядеться, то можно понять, что он сделан из двух кусков. Ещё одной отличительной особенностью является наличие полостей внутри корпуса. Точно не могу сказать, где они находятся, но после простукивания я определил, что скорее всего вот в этих местах и вот здесь. Ну и да, надо сказать, что это всё-таки гитара не какой-нибудь финлайн или полуакустика, а здесь полости скорее для облегчения корпуса, чем для звука. Возвращаемся к нашей гитаре номер один. Здесь мы видим болчёный гриф из клена, покрытый тонким слоем матового лака. Здесь запирающие колки с перцел. И с лицевой стороны голова грифа с логотипом выглядит вот таким вот образом. Второй сур также имеет болчёный гриф, но здесь он выполнен из махагона. По моим ощущениям, гриф лаком не покрыт совсем. Колки точно такие же с перцел, запирающие. И с лицевой стороны мы видим, что голова грифа чуть темнее, и выглядит она вот так. Обе гитары имеют накладку из индийского палисандра, 22 лада, мультирадиус с 10 до 14 дюймов, мензура 25,5 дюйма, и на обеих гитарах установлена машинка Готах 510, которая прекрасно качает в обе стороны и отлично держит строй. И мы переходим к следующему очевидному отличию, которое, думаю, каждый из вас заметил сразу. Это конфигурация звукоснимателей. На первом суре это хамбакеры 2 сингла, причём хамбакер здесь модели SSH+, достаточно горячий звукосниматель, на основе магнита Alnico 5 и сопротивлением 17 кОм. А синглы здесь модели FL, каждый из которых имеет сопротивление 6,5 кОм, и также Alnico 5. Второй сур оснащён двумя хамбакерами, причём изначально здесь был установлен сет от ГИ-300 Дага Олдрича, это, пожалуй, самые горячие датчики из всей линейки суровских звукоснимателей. Но предыдущему владельцу захотелось чего-то более умеренного, поэтому в Bridge он установил сур SSV. Это датчик с сопротивлением 9 кОм на основе магнита Alnico 5, ну а в неке остался оригинальный Даг Олдрич с сопротивлением 9 кОм и также на основе магнита Alnico 5. Такая конфигурация меня более чем устраивает, поэтому я в гитаре ничего менять не стал. Органы управления на обеих гитарах практически идентичны. Это ручка тона, ручка громкости, пятипозиционный переключатель, но прошу заметить, что на первом суре громкость расположена чуть ниже относительно бриджевого хамбакера, чем на втором. И это мне кажется более удобным. В свою очередь на гитаре номер 2 есть маленькая кнопочка, которая называется Blower Switch. Вы могли ее встретить на подписной модели Surga 3 Govan. И что же она делает? Она включает бриджевый хамбакер в обход всей цепи, как если бы он был припаян непосредственно к самому гнезду. Таким образом мы получаем что-то вроде эффекта бустера, то есть бриджевый датчик начинает звучать громче и ярче. Теперь давайте я расскажу, как устроено переключение датчиков на каждой гитаре. Оба инструмента оснащены супер свитчем, поэтому конфигурацию можно сделать в принципе любую. Но в первом случае здесь все достаточно стандартно. В первом положении хамбакер, во втором внутренняя катушка хамбакера плюс middle, в третьем это средний датчик, в четвертом это middle плюс neck и в пятом это нековый сингл. Со второй гитарой все немножко хитрее, здесь распайка не совсем привычная. Итак, в первом положении у нас бриджевый хамбакер, во втором катушки бриджевого хамбакера, соединенные в параллель, в третьем внешние катушки бриджа и нека, в четвертом нековый хамбакер, и в пятом положении внешняя катушка некового хамбакера. Ну а перед тем, как приступить к самому интересному звуковому сравнению двух инструментов, давайте еще раз пробежимся по их основным отличиям. Итак, это корпус липа с кленовым топом против махагон с полостями и кленовым топом, это гриф кленовый с палисандром против махагонового с палисандром, и это конфигурация датчиков. Хамбакер два сингла против двух хамбакеров. Послушайте и определите для себя сами, насколько сильно эти факторы влияют на разницу в звучании, а я лишь скажу, что в данном случае для большей объективности я записал обе гитары без какого-либо микса, и на оба инструмента установлены одинаковые свежие комплекты струн калибра 10.46. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Собственно, выводы из всего увиденного и услышанного пусть каждый из вас сделает сам, а сейчас я хотел бы сказать буквально пару слов своего личного впечатления относительно двух этих инструментов. Дело в том, что до их приобретения через мои руки прошло пять крутых суров, это были гитары, которые по стоимости были минимум в два раза дороже данных инструментов, не Pro серия, а крутые кастомные инструменты, которые своим внешним видом, своим качеством изготовления и звуком просто выносили мне мозг, настолько они были крутыми. И в то самое время у меня сложилось какое-то, наверное, необоснованное пренебрежительное отношение к серии Pro. Мне казалось, что Pro это для тех, кто хочет иметь логотип Sur на голове грифа, но у кого не хватает денег на нормальный инструмент. Но время шло, я побольше стал узнавать про серию Pro в целом, больше общаться с реальными владельцами этих гитар, ну и дошло до того, что в начале 2020 года я решился на приобретение вот этой вот гитары. И буквально через пару месяцев после этого ко мне приехал и вот этот вот Sur. И что я могу сказать, я остался полностью доволен, более того, наверное, даже остался в восторге. Вот чем эти гитары хуже своих старших собратьев? Ну, вот опять же, наверное, набором опций, да, то, что здесь нельзя выбрать какую-нибудь Limbo, Pao Ferro, Guacamole и прочие радости. Но для меня, как для любителя классических пород дерева, это абсолютно не является проблемой, никаким приоритетом тоже это не является. Внешний вид, то, что, ну да, соглашусь, дорогие кастомные Sur, они имеют просто, просто божественный внешний вид, очень круто выглядят. Но в то же время, все-таки, вот эти гитары, мне кажется, что они выглядят очень достойно, как хороший, современный, универсальный суперстрат. Лично мне очень нравится, опять же, претензий к этому у меня никаких нет. А что касается эргономики, качества сборки, тут тоже никаких претензий нет, все идеально, все просто на топовом уровне. То же самое и со звуком. Каждая из них обладает своим собственным характером, каждая из них может то, чего не может другая. Обе эти гитары весьма универсальны, они выполняют очень широкий спектр своих задач. И лично для меня, вот эти два инструмента являются таким отличным симбиозом и тандемом, которые, наверное, на 95% покрывают все мои потребности в электрогитарах. Ну, а какая из этих гитар вам понравилась больше? Пожалуйста, напишите в комментариях, потому что мне действительно интересно узнать, какому из инструментов отдало предпочтение большинству из вас. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Если видео вам понравилось, я ничего не буду напоминать, вы сами знаете, что делать. Ну и до встречи в следующих видео. Пока!